Та-дам! Начинаем новый влог. Мы приехали в торговый центр. Смотрите на меня, какая дива! Заказала себе сейчас чай, потому что мне очень хочется чаю попить с малиной и с мятой. С мятой. Так, ну что, мы пришли в детскую, уже поиграли. Денька вон поиграл. Сейчас пойдет собираться. Все, мы вышли из детской. Мы вот здесь были, в детской. На третьем этаже. Денька, короче, попрыгал, повеселился. Сейчас мы поедем, пойдем точнее покушаем. Я купила, кстати, пока он здесь веселился, я купила себе чехол, купила себе штучку такую на телефон. Видите, чтобы держалась. Чехол временный купила и пленку наклеила поуретановую, чтобы, короче... Та-да-ди-да-дам. Мы домой пришли. Так, что я хотела сказать, что купила я. Вот такой чехольчик. Он просто силиконовый, с большой дыркой, но хороший бортик у этой дырки, что, ну, короче, если кладешь, да, вот так вот кладешь на стол, то камеры не докасаются до стола. Мне этот чехольчик понравился тем, что он с блестками. Если вам видно, он блестит. Вот, еще вот такую штучку купила здесь в зеркальце. Короче, удобная тема. Она плоская, во-первых, очень плоская, вообще не мешает. Ну, и мне удобно там вот палец держать. Я знаю, что не все знают, что это такое до сих пор. Представляете? Ой, ну, ешкин кот. Она защелкивается просто здесь. Короче. Ну, в общем, вот эта штучка, вот эта кругленькая от этого, и пальчик сюда ставится, и так удобнее снимать. Вот так. Вот. И купила зарядку, быстро там на 20 вольт. Вроде бы как за час, типа, легко зарядить телефон. Стоит она 2000. Покупала в официальном Apple Store. Вот, я помыл. Все, молодец. Денька побегал, побесился с шариками. Сейчас покушали, сейчас он хочет... Понюхай. Давай, понюхаю. Да, вкусно пахнет. Действительно помыл. Тоже. Обе надо понюхать, да? Открывай. Теперь с синим песочком будем играть, да? Не, не ломай, День, давай. Все переоделось. Денька сидит, ковыряется вот там вот. Я была в торговом центре, короче, мы зашли в Макдональдс, но я только мороженое себе взяла, сладенькое поесть, и то можно было не брать. Я специально знала, что у меня куча вкусной еды дома, думаю, нигде не буду есть, надо ее доедать, я не хочу ничего выкидывать. Сейчас я грею себе пюре, грею мяско, оливьешка еще осталась. Сейчас включу какой-нибудь фильм, сериал, не знаю. Вчера посмотрела сериал на, называется Герда, про девочку, которая студентка, вынуждена подрабатывать стриптизершей. Вот такое я вчера посмотрела, но, типа, он там какие-то премии получил, но мне кажется, какой-то скучноватый, нудноватый. Актриса классная, красивая девушка, классно сыграла, молодая. Ну, сама по себе какая-то нудятина, скучноватый немножечко. Прям посмотрела, я такая думаю, блин, что я посмотрела? Я прям желаю себе все это съесть. Обычно в меня влазит половина, в лучшем случае. Я покушала. И, кстати, продолжаю смотреть сериал Эмили в Париже. Мне очень нравится атмосферка, Франция, мода, классно. Так что, если кто-то не смотрел, сейчас новые эпизоды появились. Появились, кажется, так много новых серий. А я думала, что еще долго ждать. А там уже столько всего, так что впереди море наслаждения. Доброе утро, мои хорошие. Сделала заказик сегодня с утра. Кстати, я на Шейн заказ сделала тоже самостоятельно. Набрала там много бюджетного всего. Интересного, то, что мне хочется. И я заодно смотрю, как бы на Шейн мне часто присылают на обзор вещи какие-то. Я себе беру там много чего, да, интересного. Очень люблю этот сайт. Также я делаю самостоятельно еще заказ. Бюджетненько применяю скидку свою. Очень классно, когда минус там 15% или 20%. Вообще сразу минус там тысяча-полторы. Классно. Вот. И, да, сделала заказик. Тоже его жду. Там всякая мелочевочка. По-моему, что-то из бюджетерии заказала. Не помню. Очень классных много топов именно, чтобы вам видео снимать. Короче, жду этот заказик тоже очень сильно. Вот. Короче, что еще? Васильке сделала заказ, на Шейн сделала заказ. Сейчас хочу поехать в магазин. Что-нибудь вам поснимать на второй канал. Так как скоро поездка, и после Нового года я еще вообще не могу отойти. Мне нужно как-то прийти в себя, ну, в колею эту опять войти. Очень сложно. Очень. То есть у меня вообще ничего не готово. Видео снимать как будто не готово. Еще не проснулась от спячки. Как кажется, что все спят. И думаешь, для кого ты будешь сейчас снимать? Все спят. На самом деле уже многие работают. Уже мне пишут по работе. Так что вот так. Все. Выпила сейчас кружечку кофе. Сейчас я жду. Сейчас время только начало второго. Сейчас сюда двух как раз перерыв на этом. На почте. Я первым делом хочу на почту заехать сначала. Сейчас Денька кушает. Я пью кофе. Сейчас еще, наверное, сделаю себе кофе. Вот. Выпью, поем. И отправимся на улицу. Кстати, зарядку вот такой. Я купила. 1990. 20 вольт. Обалденно. Быстро заряжает. Вот я сейчас телефон поставила. Он уже зарядился. Короче, вот такая вот. На Озон ее, по-моему, подешевле можно купить. Даже весь набор можно купить за 1990. Короче, мы зашли в магазин. Посмотрели то, что там продается. И тут же заглядывая, мы смотрим на Озон. И это там продается дешевле. Что-то на 1000 дешевле. Что-то на 500 рублей дешевле. Вот. Но просто мне нужно было сразу. И я взяла сразу. Вот. Вот зарядное устройство. Вот так можно на Озон дешевле заказать. Вышли мы из дома. Смотрите, все. Снегом замело. Деды. Снегом замело все. На улице снег идет. Пока что вроде снег без дождя. Такой просто снег. Ветерок. Вот. Но вариантов не было. Нам не выйти из дома сегодня. По-любому надо сделать дело. Мы с Денькой пришли на площадку. Целый день сегодня по магазинам ходили. Я там для вас кое-что поснимала. Что-то взяла на съемки. И мы подъезжаем домой. Он говорит, не хочу домой. Хочу гулять. Я говорю, ну пойдем. Ветер на самом деле. Вот уже возле дома. Горка, да, вся заледенела. Ветерок дует. Да и не гуляет. Ах, ты хочешь вот кидаться, да? Снежки. Снежки кидаться. А ручки не мерзнут у тебя? Да. Ты в маму кидаешь? Ай. Давай печатки. Давай. Блин, так классно сижу, отдыхаю. Пью чай. Посмотрела только что интервью Собчака Блиновской. Накупила сегодня вам кучу для видео снимать. Вот хорошо бы что-то сегодня снять, но сил вообще. Не то что сил, может они силы и есть, но вот желания какого-то нет. Хочется вот так отдыхать. Может уже утром завтра встать и начать работать. Сегодня пораньше лечь. Хотя сейчас только полвосьмого, что-то можно было бы снять. И уже бы на завтра тогда что-то было вам посмотреть. А если я не сниму сегодня, то завтра вам нечего будет смотреть. Это уже не по плану. Уже видео отстают, как говорится. Не в расписании. Я вот сейчас сижу и думаю, собираться мне, настраиваться на съемку или все перенести на завтра. Но такое вот состояние без суеты я обожаю. Оно у меня крайне редко. Я учусь его вообще ловить. Но единственное, что мне не нравится, это то, что на завтра нет видео для вас. Хотелось бы, чтобы было. И это меня заставляет вставать. Но я еще не знаю до конца, что же я все-таки выберу. Короче, отдыхаю. Вдруг я увидела и поняла, что оказывается у меня есть видео для вас на завтра. У меня будет коротенький влог, который я сейчас снимаю. Я его закончу сегодня. Он будет очень коротенький. По-моему, самый коротенький влог за все это время. Ну, я еще сейчас наболтаю вам что-нибудь сюда, чтобы не совсем мгновение пролетело у вас со мной. Чтобы хоть вы почувствовали меня. А то 10 минут это очень мало. Да, я сейчас монтирую видео. Одно-второе вам на завтра. И параллельно начала читать. Я вам говорила, да, что нашла эту книгу. Начинаю сейчас ее читать. И просто у меня слезы, слезы градом. Я вот понимаю просто на самом деле, что... Ну, кому интересно, да, про мой взгляд, про... Какие-то мои истинные цели вообще на жизнь. И что бы я делала, если бы у меня было все? Что бы я делала, если бы у меня было все? Ну, в плане, мне не нужно было бы куда-то бежать, чего-то достигать. Да, может быть, кому-то что-то доказывать. Наверное, ну, кому-то что-то доказывать, наверное, уже... Уже этого особо и нет. Я каждый раз ловлю себя на мысль, что мне никому уже ничего не хочется доказывать. Мне больше всего, наверное, хотелось доказать себе. И хочется, наверное, еще доказать себе лично, что я могу определенные вещи сделать, да. Причем мне не нужно каких-то больших там, да, доказательств, проявлений в этой жизни. Я не хочу... Вот Блиновскую сегодня посмотрела, да, и реально мне не нужны огромные деньги. Вот реально. Я знаю просто, что... Хотя, может быть, я сейчас так говорю, да, может быть, я сейчас на том уровне, что большие деньги, наверное, они на сегодняшнем моем уровне развития моего сознания, да, скорее всего, они породят у меня только больше каких-то страхов, большей привязанности, знаете, типа, есть что терять, вот. То есть мне не хочется, наверное, денег больше, чем... Мне не хочется денег больше, чем... Больше, чем мне нужно. Вот типа того, да. Но на самом деле, чем больше ты развиваешься, тем больше ты возможностей видишь, куда можно вложить деньги и как можно их использовать очень круто на благо других людей, да, и в этом смысле тогда нельзя так говорить, да, их чем больше реально, тем лучше, чем больше, тем больше ты можешь проявляться, да, чему-то, давать возможность чему-то реально крутому, хорошему быть. Поэтому, наверное, нет, да, наверное, я тут это погорячилась. Но я к тому, что мне не нужно много денег для того, чтобы вот себе, да, там, порш какой-то, там, может быть, дом какой-то огромных размеров, чтобы там, я не знаю, заблудиться в этом доме, да, то есть бриллиантами увеситься или там, чтобы они хранились у меня. Вот это вам вот уже ничего не нужно, да. Хотелось бы, да, деньги хотелось бы реально очень круто вкладывать, очень круто реализовывать что-то, да, помогать людям, помогать каким-то крутым энергиям вибрировать, да, и чтобы это все вело к какому-то осознанию, к чему-то хорошему вело людей, да, вот. Вот, но на самом деле, чтобы хорошо это все делать и чтобы хорошо функционировать, с большим количеством денег, чтобы вообще лавировать этими всеми энергиями и пускать это все в хорошее, правильное русло, для этого нужно самой быть на том самом уровне, откуда все это можно делать. И каждый раз, когда я беру подобную какую-то книгу, все эти книги, которые я беру в свои руки за последнее время, особенно если это буддийские книги моей школы, да, я понимаю, что это все ведет именно к тому уровню, к тому уровню, который нужно, и даже больше. И каждый раз, когда я беру эту книгу, я прям, так, знаете, у меня прям внутри аж сердце щемит, ну, как бы, знаете, как бы не то, что, не то, чтобы я ругаю себя, что же ты раньше не взяла ее, что же, я понимаю, что это, блин, это такая важная вещь, это самое важное вообще в жизни, что может быть, и я себе спрашиваю, почему ты не берешь эту книгу, почему ты раньше не взяла, почему ты, почему ты же знаешь, насколько это важно, и я говорю, да, знаю, я знаю, насколько это важно, насколько это смысл. И мне так печально, что меня затягивает вот вещи все эти, да, достигательство вот это, достигательство. Может, я неправильно, конечно, смотрю на какие-то вещи, скорее всего, в плане достигаторства и так далее, там, да, просто нужно немножко фокус переключать, иногда останавливаться и понимать, для чего ты на самом деле все это делаешь. И я вот бегу вроде бы, да, там, заработать хочу, там, куда-то поехать хочу, там, да, там, телефон какой-то хочу, там, машину получше, там, дом хочу, ну, такие какие-то примитивные желания на самом деле, которые я понимаю, что они, по сути, счастья не несут с собой. Они вот, знаете, вот достигла, купила и все, дальше это как должное, дальше тебе хочется уже другого. Другого достигла, оно мгновение держится, это счастье, да, ну, да, комфортно мне в квартире, вот, да, я мечтала о квартире, понимаете, и сейчас я живу, я воспринимаю это как должное, ну, как должно у меня быть. Это не какое-то счастье, я хожу по квартире такая вся в счастье, нет этого, у меня другие цели появляются, это есть уже, все, поехали дальше. И это вечная какая-то погоня такая, вот, и я ежеминутно что-то делаю, ежеминутно, потому что ежеминутно я мечтаю обо всем этом, ежеминутно у меня появляются какие-то желания, да, и я понимаю, чтобы их реализовывать так, как мне нужно, чтобы они были, да, я должна уже сейчас что-то начинать делать. Что я могу делать? Ага, вот это. И вот эта вот, эта цепочка вот такая мгновенная, и я делаю, 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 что даже забываю отдыхать, понимаете, настолько все. Иногда останавливаюсь, конечно, и думаю, что как бы надо остановиться, а то вроде ты как будто только все ради каких-то вот этих целей, примитивных делаешь. Но на самом деле ты останавливаешься, начинаешь думать, понимаешь, что это не только ради примитивных целей, что за этим всем кроется больше. Просто нужно выйти на некий уровень. Надо мне выйти на некий уровень, когда я скажу, вот, вот отсюда я могу функционировать, действовать. Может быть, это тоже неправильно. Короче, я сама с собой разбираюсь, сама с собой разговариваю, просто сейчас это вслух. Я даже не знаю, это оставлю или вырежу, когда буду монтировать, послушаю себя со стороны и решу уже оставлять это или вырезать то, что я говорю. Это мои мысли, это мои мысли с самой собой. Я беру книгу, читаю и начинаю просто заливаться слезами от масштабов тех, что написаны там, понимаете, от того, к чему это все ведет. Переживаю от того, что меня затягивают вот эти вот достигательские штуки. У меня уже дежавю, мне кажется, я такое видео уже снимала, я уже об этом говорила. Просто в последнее время я, мне кажется, реже останавливаюсь и задумываюсь об этом. И кто знает, я просто с одним запросом к коучу тоже приходила, и вот как раз-таки мне нужно было найти эту книгу. Я ее нашла, я ее начала читать, и она настолько проста и настолько глубока, что она просто меня стрелой пронзает в саму суть вообще. У меня теперь в сереме какая-то навязчивая идея, что где-то бантик насрал, нассал, где не положено. Ну это, наверное, запах тут. Вот он сейчас в туалет сходил, я проснулась из-за этого уже, еле Деньку уложила, что-то он крутился и вертелся, я не могу понять. Уснул. И я проснулась от того, что бантик копает там, просто копает, а вот эта вот вся наполнитель у нас, он так громкий, блин, и вот это он бесконечно копает. И я встала, чтобы убрать за ним, чтобы он там не копал. Сейчас захожу в зал, и запах, запах, меня преследует его. Короче говоря, все, я спала, блин, уже. Так сладенько спала. И пошла я, в общем, дальше спать. Эти коты сходят с ума, они, значит, поели, в туалет сходили, и все, и давай крыцевать здесь ночь. Я прям закрываю детскую, потому что это невозможно. Это так они носятся сумасшедшие. Ну, я, с одной стороны, как бы, конечно, мне не нравится, что они носятся, они дают спать, но, с другой стороны, им весело, мелкие весело. Что-то я наелась так, мне кажется, у меня еда вот здесь вот стоит. Даже спать мне мешало, не могла уснуть. Ладно, мои хорошие. В общем, мой план Барбароза немножечко на вечер меняется. Я иду спать. Завтра будет новый день, завтра уже куча планов всяких разных. Выпущу на завтра вам коротенький вложек. Посмотрите, как я провожу эти, блин, праздники, из которых я никак не могу выйти в нормальное рабочее ресурсное состояние, как говорится. Меня это напрягает. Помогает. Не люблю я затяжные отдыхи. Потому что я потом просто не могу из них выбраться. Я уже, кстати, все доела. Ну, что-то пропало, конечно, некоторые салатики, но немного. Вот, в целом, все ела. Надо готовить уже что-то завтра. Все, люблю вас, целую вас. Всем пока-пока. Всем хорошего, нового, годового. Субтитры сделал DimaTorzok